Привет, друзья! Я Дарья Позняк, я басту-эксперт, также я занимаюсь родовыми практиками, и по образованию я художник. И вот эти три своих направления я объединила в один процесс создания колоды метафорических ассоциативных карт. Я буду вам показывать процесс создания карт, а потом рассказывать, как с ними работать. И давайте сразу же приступим к делу, пойдем рисовать. Для начала я обведу свой рисунок линером, и вам будет лучше видно, и у меня будет какая-то более четкая картинка. Гладкая бумажка, я не могу ее найти после переезда, и до переезда я тоже не могла ее найти. Поэтому я рисую на пупырчатой. И мне, конечно, это не очень нравится, потому что возникают некоторые сложности. Для мелкого-мелкого модуля, чтобы линер положить, не очень удобно. Но здесь у меня такой рисунок, что мне линер необходим. Я сразу же вношу правки в свой первоначальный рисунок, в свой легкий набросок. Никогда не отрисовываю супер проработано. Я просто легко-легко набрасываю. Сейчас мы все обведем. Символично это видео я рисую, снимаю. Это первое видео на новом месте, на новом месте жительства. Это символично, я считаю. Вы, пожалуйста, мне напишите в комментариях, что вы думаете по поводу той карты, которая у нас сегодня получится. Что вы думаете, в принципе, про весь мой проект. Конечно, такая работа. Так у меня не особо все прорисовано. Мне нужно упор рукой, руки, чтобы я могла более-менее рисунок сделать. Поэтому я тут хожу вокруг немножко. Так. Вот, наверное, все. Сейчас нужно по-хорошему стереть карандаш, дождаться, когда линер высохнет. Но я, наверное, забью на это и просто начну заливать фон. Чтобы залить фон, нужно все смочить. Так. Смачиваем. Так как у меня сзади бумага сухая, поэтому смачивать нужно быстро. Потому что то, где мы только начали смачивать, оно молниеносно сохнет, предательски. А нам бы надо, чтобы оно не сохло. Так. Быстренько-быстренько мочу. Мочу-мочу-мочу. Тыц-тыц. Скорей-скорей. Так. Еще Мантика. Где Индика, Индика, Индика. Да, Индика я нашла. Так. И быстренько-быстренько заливаю. И быстренько-быстренько заливаю. Аккуратно надо быть на подходе к рисунку. Тоже подсохло. Так, и здесь. Не знаю, будет ли вам что-то видно, но мне нужно опереть палец. Тоже уже начинает подсыхать кое-где. Где-то высохло, где-то еще нет. Продолжим. У меня родилась недавно на днях такая метафора про наполнение нашей внутренней емкости энергии и как и куда эта энергия утекает и что с ней происходит. И по этой метафоре я решила нарисовать ассоциативную карту и посмотреть, какие ассоциации она у вас вызовет. Поэтому вы, пожалуйста, мне пишите в комментариях, что вы чувствуете, как вы думаете, о чем это. Подписаны ли вы на мой телеграм-канал, чтобы читать каждый день. Каждый день я выкладываю один пост, минимум один пост, и рассказываю там что-то насущное для меня за на сегодняшний день. также я рассказываю про мое состояние, так как я прохожу сейчас аскезу в течение 90 дней. Каждый день я пробую пребывать в каком-то одном из состояний. Можно там ко мне присоединиться к данному состоянию в данный день и тоже его попробовать к себе применить. в комментариях написать, как вам отзывается, не отзывается. Ссылочку на канал в телеграм я оставлю в описании. Я не любитель рисовать по-сухому и не любитель рисовать на этой шероховатой бумаге. Поэтому я на днях поеду на ту квартиру и буду искать бумагу, блокноты, все, что у меня должно быть наверно. где оно все, потому что мы перевезли пока только часть вещей. Хорошо, что я хотя бы захватила хотя бы краски, хотя бы один блокнот с собой. потому что сейчас вообще столько самое необходимое, даже из-за одежды почти ничего не взято. теперь мне нужно будет заполнить вот эту емкость. так а где черный то я не пойму мешаю мешаю только никакого а это не черный понятно все таки не пользуюсь этим коричневыми надо их из коробки выкинуть они так мешают набирала набирала он не черный намешаю да конечно надо уже собрать все мои кисти в одном месте разобрать их посмотреть потому что вот это хорошая кисть но старенькая у нее кончик загнулся надо обновить потому что вообще большой кистью можно делать мелочевку но в данном случае этот кончик меня подводит так и тут у меня еще залезает залезает пигмент потек поплыв сейчас мы попробуем выбрать формирую вот такую плотную подушечку маленькую нужно точечную приложиться в том месте где мне нужно выбрать сколько-то я выбрал конечно маловато давайте руки будем делать руки 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 тут у нас поплыл индиго чё ты поплыл у тебя не просили работа тут у нас кто-то люди так руки и ведро надо нарисовать этого этого может быть и не ведро может быть вы его увидите вообще никак через ведро как что-то другое вы увидите а вы пожалуйста не забудьте написать в комментариях под видео как вам эта карта что вы думаете что вы чувствуете когда на нее смотрите для меня эта информация очень важно хочу понимать смогла ли я донести тот смысл который хотела заложить или я вам передала что-то другое конечно вам не всегда борются несколько моментов один академический который говорит рисует так другой это какой-то символизм говорит рисует так потому чтобы люди понимали что вот это должно быть вот так то есть надо это изобразить с помощью каких-то этих символов все вот эти моменты вам не борются и поэтому мне очень важно услышать что именно вы видите на карте и как она для вас отзывается вот и вы карта готова напишите пожалуйста в комментариях о чем она для вас что вы чувствуете глядя на эту карту что вам кажется здесь происходит если вы еще не подписаны подпишитесь на мой канал а с вами была дарья поздняк и до новых встреч